Нина Артюхова Мяу У меня есть кот. Служить на задних лапах умеет. Брошу платок, он мне его назад. А если спрошу, кто любит Костю Новикова больше всего на свете? Отвечает Мяу. Ну, то есть я, покошачий. Неправдоподобно, сказал спокойный и толстенький Витя Минаев. Собаку можно выучить, кота нельзя, поддержал Андрюша Попов. Кошки глупые животные. Они только хитрые очень. Заливаешь, Костя. Честное октябрятское. Я его спрашиваю, кто любит Костю Новикова больше всех на свете? А он Мяу. Костя всегда очень волновался, если ребята не верили ему. А случалось это довольно часто, так как он любил рассказывать о неожиданном. Ну, посмотрите, вот даже у меня платок, видите, весь его зубами исцарапанный. Мне мама нарочно отдельный Васькин платок в правый карман кладет, а в левый для меня мой. Чтобы... Платок-то я вижу. Рван он, это правда. Но чтобы кот тебе я говорил. Да не я, Андрюшка. Он говорит Мяу. Витя покачал головой. Неправдоподобно. Не верите, не верите? Приходите ко мне, сами увидите. Ну и придем. Пойдем, Витя, сегодня к нему, ладно? Только сейчас Васька не у меня, а кот, то есть. Он сейчас у бабушки. Я его на каникулы опять к себе возьму. Так я и знал, сказал Витя. Хвалится своим ученым котом. А как показать его, он у бабушки. Жил был у бабушки серенький котик. Вот как, вот как серенький котик, запел Андрюша Попов. Не верите? Ну, хорошо. Нарочно в воскресенье съезжу к бабушке. Привезу Ваську. Вот тогда поверите. Звонок давно уже заливался на всю школу. В класс, в класс, ребята, о чем спор, сказал учитель, проходя мимо них. Павел Петрович, мы про кота. Про кота можете после уроков. По местам, по местам, ребята. Но около Костиной парты шепот не умолкал. Тише, сказал учитель уже строго и постучал карандашом по столу. Андрюша Попов поднял руку. Павел Петрович, можно вас спросить? Про кота? Про кота после урока спросишь. Как только кончился урок, Андрюша вскочил, опять поднимая руку. Павел Петрович, а теперь можно спросить? Теперь можно. Ребята хотели уже выходить из класса, но остановились, прислушиваясь. Павел Петрович, вот Костя говорит, что у него кот ужасно умный, Васька. Служить умеет, как собака, платок носит. Даже порвал зубами. А если спросить, кто любит Костю Новикову больше всего на свете, отвечает я, то есть мяу, покошачье. Все засмеялись. Неправдоподобно, повторил Витя Минаев. Что же, ребята, сказал учитель, ничего неправдоподобного в этом нет. Это не значит, что кот умный и понимает Костины слова. Просто приучили его так. Один сапожник научил свою кошку соленые огурцы есть. Послышался хрипловатый голос задней парты. Как же он научил ее, спросил Андрюша. Очень просто, бил. Вот и неправда, волновался Костя. Я своего Ваську ни разу в жизни не ударил, пальцем не тронул. Я его люблю, он у меня ласковый. Павел Петрович, а можно мне Ваську в школу привезти, чтобы все сразу увидели? Приведи, приведи, обрадовались девочки. В школу кота нельзя. Он у меня в классном журнале не записан. Учитель закрыл журнал и пошел к двери. Павел Петрович, а вы запишите. Котофеев Вася, сказал Андрюша Попок. Кошкин, Каташкин, Котенкин, Мурлыкин, Коцкий. Так и посыпалось со всех сторон. Павел Петрович, а может быть после уроков? Он такой интересный, вот увидите. Нет, нет, в школу кота нельзя, решительно ответил Павел Петрович. А впрочем, хочешь каникулы начнутся? Приводи на елку своего ученого кота. Это можно. Обязательно приведу, сказал Костя, вот увидите. Чепуха это все, засмеялся Андрюша. И не любит твой Васька тебя больше всего на свете. Кошки никого не любят. Они просто хитрые. Любят, вот увидите, как любят. Елка была высокая, от пола до потолка. Пришлось даже самую макушку подпилить немного. Но это было незаметно, потому что сверху приделали великолепную блестящую звезду. Дед Мороз уже и подарки раздал, и спел, и танцевал. Потом заспешил к двери, придерживая рукой пошатнувшуюся бороду. Подарки были съедены, руки освободились, можно было начать художественную самодеятельность. Третий класс А разыграл маленькую пьесу. Первоклассники читали стихи, девочки из второго Б сплясали очень хорошо, и все им хлопали. Только у второго А талантов не оказалось. Вся надежда была на Костиного ученого кота. «Внимание, товарищи!» – торжественно провозгласил Леонид Розанов. Четвероклассник, которому было поручено объявлять фамилии выступающих. Любимец публики, знаменитый артист Василий Котофеев в своем репертуаре. Костя стоял взволнованный, задыхающийся, обеими руками прижимая к себе кота. Он только что сбегал домой за Васькой и никак не мог отдышаться. Даже темный хохол над олбом особенно топорщился в этот вечер. Волновался вместе с Костей и не мог улечься спокойно. Кот был дымчатого цвета, большой и пышный. Худые Костины пальцы тонули в его мягкой шерсти. Елочные огни отражались в зеленоватых глазах. Тяжело и мягко прыгнул кот на пол. Красивый кот, полосатый, любимец публики. Усищи-то какие, а! Смотрите, ребята! Тише, расступитесь, скомандовал Леня. Прошу внимания. Товарищ Котофеев, начинайте. Костя вынул из кармана платок и поднял его высоко. Васька, служи! Кот шагал по гладкому паркету и даже головы не повернул. Тыкался широко усатой мордой в ноги ребят, будто принюхивался к чему-то. Васька, посмотри сюда! Костя скомкал платок и бросил его далеко в сторону от елки. Принеси, Васенька! Платок одиноко белел на полу. Ой, не вижу ничего. Тише, ребята, не напирайте. А что он должен делать? Шептали ребята. Ничего, это он просто так. Вот вы сейчас увидите. Костя выпрямился, сложил руки на груди и произнес громким, уверенным и властным голосом. Васька, кто любит Костю Новикова больше всего на свете? Молчание. Васька, тревожно повторил Костя. Кто любит Костю Новикова больше всего на свете? Эх, Костя, сказал Андрюша Попов, не любит тебя твой ученый кот. Отъелся, мышей не ловит. Я говорил, неправдоподобно, сказал Витя. Васька, Васька! Старались помочь Косте девочки. Васька, хватай платок. Васька, что же ты молчишь? Тише, ребята, не теребите его, сказала молоденькая учительница. Он просто растерялся от шума, от света. Внимание! Крикнул Леня Розанов, товарищи. Произошло маленькое недоразумение. Любимец публики привык работать в уютной домашней обстановке. Одни смеялись, другие болели за Костю, старались расшевелить кота. Да ответь ты что-нибудь, толстун усатый! Костя страдал в тройне. За себя, за Ваську и за честь второго класса А. Васька упрямо повторял он. Кто любит Костю Новикову больше всего на свете? Не хочет. Ноль внимания. Смотрите, под елку пошел. Вздумалось котику в лес погулять. Вот как, вот как, в лес погулять, пропел Андрюша Попов. Вот вам и художественная самодеятельность. Если кот не ученый, не нужно было и хвастаться. Какая же это самодеятельность? Это кошачья деятельность. Какая же это кошачья деятельность? Никакой кошачьей деятельности нет. Васька в десятый раз уже с отчаянием воскликнул Костя. Кто любит Костю Новикову больше всего на свете? Мяу! Но это послышалось совсем с другой стороны. Мяукнул Андрюша Попов. И очень неудачно. Мяу, мяу, мяу! Разноголосо подхватили ребята. Косте стало совсем обидно. Он размахнулся. И первый раз в жизни больно шлепнул своего ученого друга. С обиженным воплем Васька шарахнулся к двери. Ребята ответили осуждающим молчание. Потом послышались голоса. Так я и знал. Битье мучит. Эх ты! А еще говорил пальцем не тронул. Какое пальцем? Всей ладонью аж загудело. Ты ему Костя все печенки отшиб. Костя постоял, опустив голову. Потом повернулся и медленно пошел. Подальше от елки, от яркого освещенного зала. В другую дверь из коридора вбегали ряженые. Ребята, а где же Костя? Спросил Андрюша Попов. Да он домой пошел. Кота относить, сказал кто-то. Давай, Витя, за ним сбегаем. А то нехорошо получилось. Ведь он на нас обиделся. Мальчики спустились в раздевалку. Но Костина пальто спокойно висела на вешалке. Значит, не ушел. Здесь где-нибудь. Костю нашли в пустом классе. Он сидел на переднем парте, подперев голову рукой. Может быть, плакал. А может быть и нет. Неизвестно. Зажечь электричество ребята постеснялись. Класс был освещен только голубоватым светом уличных фонарей. Костя, нерешительно начал Витя. Ты что же ушел-то? Пойдем. Не пойду, тихо ответил Костя. Ты, Костя, на нас не обижайся, сказал Андрюша. Ну, посмеялись немножко. Что ж такого? Пойдем. Там баянист играет. Ряженые пришли. Он потянул Костю за рукав. Не пойду. Зачем обижаться-то? Никто тебя обидеть не хотел. Ты не сердись. Я не потому. Мальчики и девочки из других классов заглядывали в дверь. Вы что тут в темноте сидите, заговорщики? Им объясняли шепотом, в чем дело. Они входили, останавливались полукругом. Некоторые присаживались за парты. Иди, ну пойдем. Костя, ну смотри, мы все тебя просим. Костя замотал головой. Леня Розанов промчался по коридору. В чем дело, ребята? Вы куда от елки сбежали? Ему ответили, торопливо и тихо. Подошел учитель Павел Петрович. Его не было в зале, когда Костя выступал так неудачно. Что у вас тут за собрание? Удивился он. Леня Розанов громко ответил. А это, Павел Петрович, Костя Новиков сидит в растрепанных чувствах. Он спрашивал своего ученого-кота. Кто любит Костю Новикову больше всего на свете, а кот... Мяу! Мяу! Послышалось в углу. Казалось, из подземелья выходил этот голос. Ребята замерли, прислушиваясь, не понимая. Костя выпрямился и повторил срывающимся голосом. Кто любит Костю Новикова больше всего на свете? Мяу! Уверенно и четко прозвучало в углу. Тише вы, тише! Шептали ребята, закрывая друг другу рты. Не испугайте, а то опять растеряются. Костя крикнул громко и радостно. Кто любит Костю Новикова больше всего на свете? Мяу! Двумя партами ближе. Костя вынул платок, не Васькин из царапанной, а свой собственный из левого кармана, и бросил его в угол. Васька, принеси! Платок полетел очень хорошо, может быть, потому, что был немного влажный. Кто знает. Серой тенью пронесся над партами ученый кот, как маленькие автомобильные фары сияли его глаза. Кто-то не выдержал все-таки, повернул выключатель. И все увидели Ваську с платком в зубах, захлопали ему, засмеялись. Васька испуганно метнулся обратно под парты, но Костя уже схватил его обеими руками, обнимал и шептал в острое мохнатое кошачье ухо. «Васька, не сердишься на меня? Васюк, любишь все-таки?» И ученый кот растроганно мурлыкнул в ответ. Мяу! 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 Мяу!